Германия сократит контингент военных, участвующих в операции против ИГИЛ. Об этом сообщила министр обороны Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в военном плане группировка почти разгромлена, и количество солдат, участвующих в спецоперации, необходимо уменьшить. При этом они должны оставаться на базе в Иордании. В настоящее время там находится 288 человек, принимающих участие в обслуживании самолета торнадо. Всего по действующему мандату Германия могла задействовать в борьбе с ИГИЛ не больше 1200 военных. 16 января возомнит работу Верховная Рада. В частности, в этот день планируется рассмотреть во втором чтении проект закона о реинтеграции Донбасса. Кроме того, в повестку дня планируется включение закона об антикоррупционном суде. На четверг, 18 января, в сессионном зале парламента запланировано рассмотрение вопросов экономической политики, среди которых проекты законов о приватизации государственного имущества и других документов, затрагивающих финансовую и бизнес-сферу. Венесуэльский шоколад становится в мире всё более востребованным. Его можно найти в специализированных магазинах латиноамериканской продукции от Лондона до Майами. Какао-деревья в стране выращивают столетиями. А какао такой формы впервые упоминается в 1635 году. Это первые доказательства того, что в Каруао выращивали какао. И если учитывать такой продолжительный период, генетику какао, качество зёрен, разнообразие, урожайность и обработку, то я бы сказал, что мы находимся у лучших какао-деревьев в мире. В Венесуэле, где экономика всё больше погружается в кризис, производство шоколада становится для многих спасением. Часть товара небольшими партиями можно продавать за границей. Например, в Париже или Токио стоимость одной плитки может достигать 10 долларов. «Мы считаем, что наша настоящая венесуэльская нефть – это какао. Мы не сильны в объёмах производства, но качество высочайшего уровня, поскольку какао очень ароматное, мягкое, с привкусом орехов, макадамии». На местном рынке этот шоколад расходится по 50 центов за плитку. При этом большинство венесуэльцев не могут себе позволить даже такой роскоши. Средняя зарплата здесь, если пересчитывать по курсу на чёрном рынке, составляет всего 7 долларов. А боливар считают валютой, которая обесценивается быстрее всего в мире. Так что предприниматели ищут любые пути, чтобы продавать свой товар в других странах. Так, за один килограмм шоколада во Франции можно получить до 80 евро. В Венесуэле это равно сумме минимальной зарплаты за 5 лет. «У этого шоколада особый венесуэльский вкус. И дело даже не во вкусе, а в запахе. Шоколад из других мест не пахнет, он не источает аромата». Главная преграда на пути экспорта – бюрократия. На получение всех разрешительных документов на таможне и санэпидемстанциях уходят месяцы. При этом в конце 18 века Венесуэла, ещё будучи испанской колонией, была ведущей мировым производителем какао. В 20-м столетии на первый план вышло производство нефти.